Или этой девушке, то есть внутри ее, в свете ее, что она, да, вот в этом свете ее есть какая-то арфа, а она не ослабла. В струнах напряжение ее с тех пор и до меня. Вот эти струны натянуты еще, они не ослаблены, они напряжены. Отдай до меня, с тех пор и до меня, до меня какого, до меня вот этого, да, теперешнего, когда прошло уже там сорок лет, с тех пор. Следующая строка. Не уверен. Не уверен. Это где-то, либо да, либо да. Я живой говорящий, а она слушает речи мои. О чем эти речи? Это следующая строчка. О сладости весен, что были. Тут можно, конечно, сказать о вкусе или о вкусах весен, да, но о сладости, это, по-моему, правильно. О сладости весен, что были. И прелести лет. Лет здесь не годов, а именно каец, лето. Хэмдад хакейцим. Это прелести лет. Хэмдад хакейцим. Вот она слушает меня, я как бы ей все рассказываю об этом, рассказываю. И тогда она говорит, в скобках. Голос ее исходит из уст мертвецов деревьев. Закрытые скобки. Тире. Следующая строчка. Это тире. Ньо. Он воспроизводит вот это идишиское. Ну, йо. Ну, да. Ньо. Бимитикут. То есть, как бы она вместе со мной и рассказываю о сладости, о прелести, о том, что было. И она вот сладко отзывается. Кмуаз. Бимитикут сладко. Сладко, сладко. Она, она отвечает вот сладко так. Кмуаз би мейкедем шели вешела. Как тогда? В одни прошлые мои и ее. Когда у нее что-то рассказывал, наверное, она так ему отвечала. Она была немногословна. И хотя бы по той причине, что он был намного, намного на образовании, на читании ее. И он ей все рассказывал. Ей нечего было сказать слишком много. Но она так его слушала. И так говорила. Вот это единственное слово, что сладость этого ответа у него осталась в нем. Следующая, последняя строчка. То есть да. Леймор кен. То есть да. То есть он нам переводит, да, нам, ивритоговорящим, что значит ну-ё. Нё. Ну-ё. Это да. Вы представляете себе, я надеюсь, это состояние души. Когда единственное маленькое слово в ответ тому, о чем ты говоришь, наполняет тебя сладостью. Последние две строчки. Это как бы третья страфа. Она умерла в девственности своей. Не благословил ее освящающий. И не ответила она амин. Кто есть освящающий? Освящающий. Освящающий. Раввин. Это раввин или жених. Потому что начало одного из трактатов Талмуда. Гаиш Микадеш. То есть мужчина освящает свою невесту. Нет. А она не ответила амин. То есть она не услышала его освящение и не ответила на это. Последняя строчка точно такая, почти точно такая, как последняя строчка предыдущего стихотворения. Кино род якорим. Мену пацинь. Ше-эй ле-хакинь. Долгоценные скрипки разбиты до невозможности починить. Если есть какие-то вопросы, сразу задавайте. Какие-то неясности. Красиво очень. Очень красиво.